День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Олег Пек и Александр Жунин к нам присоединяется первый гость, руководитель движения «Стендап» Рига «Стендап» Антон Генрасимов. Здравствуйте, доброе утро, доктор Лаута. Приятно очень. В студии как-то, как в старые добрые времена, смех – дело серьёзное или несерьёзное, сразу хочется спросить. Оно дело разное. Во-первых, и смотря, как шутишь, и какой повод… Спасибо за исчерпывающий ответ. Да, оно абсолютно бывает разное. Всё зависит от обстоятельств, где это применено, в какой атмосфере, в каком коллективе, и, что самое главное, в каком качестве, какое качество того или иного материала. Всегда говорят, что юмористы ужасно такие занудные, скучные, в быту люди. Абсолютно плюс-минус точно. Конечно. Бывает да, бывает нет. Не, ну это больше, знаете, от усталости некой мозга, потому что это же тоже работа. Мозг наш, он мышца, кто не знал, на самом деле, да. Его тоже надо тренировать, и он обладает таким свойством, что тоже периодически устает, и нужна какая-то регенерация, какой-то повод, чтобы отдохнуть. И в один момент, даже когда ты пишешь большой объём материала, в один момент ты можешь сильно устать. Но это бывает так, ты что-то написал, это может быть очень смешно, и твоя реакция, а, да, это смешно. Всё здорово. Разорвёт. И при этом даже не намёка на улыбку с твоей стороны. Кстати, про намёк на улыбку. Вообще принято же считать, что прибалтийская публика достаточно сдержанная на эмоции. Опыт выступлений что показывает? Это правда, неправда? Или что-то поменялось за последнее время? Новый формат, тот же самый стендап. Он раскачал как-то нас не очень эмоционально? Я не уверен, что мы какие-то были не очень эмоциональны. Всё зависит, опять же, от обстоятельств. И, ну, последние два года, в принципе, я поменял очень многое, как мы все знаем, да. Ну, поначалу было, наверное, сложно, когда, вот если мы говорим про движение стендап, в плане того, что человек, зритель потенциальный, который пришёл, он не понимал, куда он пришёл. Но впоследствии всё это потихоньку начало раскачиваться. Человек начал понимать, зритель, правила, как это всё происходит, с чем это едят. А какие правила? Вот какие правила стендапов? Главное, не строить ожидания. Главное, если мы говорим про живой стендап, не телевизионный, прийти, расслабиться и хорошо провести время. Если ты изначально построил какие-то ожидания, что, возможно, какой-то, на твой взгляд, медийный комик сейчас выйдет, то, возможно, будут в Хьюстон у нас проблемы. Потому что, во-первых, открытые вечера, тем более, они проверочные. То есть уровень-то может быть абсолютно разный. И поэтому, когда ты изначально построил какое-то очень высокое ожидание, оно может не оправдаться. Ожидание чего? Тебе будет смешно? Да. Бывает, человек может себя настроить изначально на какой-то уже уровень смеха. Что, допустим, я должен сегодня посмеяться на 7. А он приходит, и он посмеялся на 5. И для него создаётся наверняка такое ощущение, «Так, ну, наверное, что-то я сегодня не добрал». Наверное, вечер был не очень. Хотя он был... Ну, тут готов не согласиться, потому что, ну, хорошо, если я иду на формат, где изначально меня обещают развеселить, позабавить и потешить, я прихожу, а мне вообще ни разу не смешно. У меня возникает два вопроса. Если я достаточно уверенный в себе человек, то, ребята, что с вами не так? А если наоборот, то появляются мысли, что со мной не так? Это же должно быть смешно. Абсолютно на каждого человека, на цвет и вкус всё это происходит. Опять же, согласен, если мы говорим про открытые вечера, если полная тишина царит в зале, наверное, что-то в этот раз с нами не так. А если, в принципе, атмосфера хорошая, большинство подавляюще смеётся, и, допустим, вот вы, Александр, не смеётесь, возможно, вы не с той ноги стали, возможно, стендап – это не ваше, возможно, ещё что-либо. Кстати, да. Просто хотел как раз поговорить, о чем всё-таки стендап отличается именно от выступления комика, профессионального комика, у которого, ну, вот, скажем, записаны шутки, которые, ну, вот, веселит публику, я не знаю, условный Задорнов, ну, вот. Задорнов, Альтов, простите, господи, Петросян тот же самый. Реально, в чём отличие? Потому что люди, ну, хорошо, без профессионального, скажем, артистического образования, какой-то подготовки, но прописанные шутки заранее, какие-то ситуации выходят один на один перед публикой и выступают, читают с листа или из головы, или с мобильного телефона. Ну, то есть, вот, был такой формат. Потом волна популярности КВН, про КВН тоже немножко поговорим, а потом из Америки прилетел формат стендапа, который вдруг стал насаждаться на территории постсоветского пространства. Вообще он свойственен нам, не свойственен. Что это за культура такая стендапа? И чем она отличается от упомянутых... Юмористов. Ну, стендап-культура, она более свободная, более произвольная и с долей импровизации. Например, вот вы упомянули Задорнова и прочие вот юмористы, сатирики у нас неоднократно были и есть. Там, во-первых, часто используются монологи, во-первых, от образа, к примеру. Помните, ты там пошел нафиг с Новым годом, к примеру, вот в образе Лукинский, как его звали, выступал все время. Он же в жизни не такой абсолютно, да. Он просто придумал себе образ и насадил на этот образ определенное количество тематических шуток. И часто бывает у этих сатириков какая-то тема, даже не близко им, а не просто берут какую-то тему и прописывают под эти шутки. А стендап все-таки это более импровизационный, произвольный жанр. Более личный, искренний, что самое главное, да. Ты говоришь про себя в основном, да, и ты в большинстве своем не приписываешь этому какой-то образ. А ты вот какой-то есть на самом деле, какой-то в жизни, но это в идеале, при идеальных составляющих. И, собственно говоря, такой некий твой душевный полив происходит в юмористической форме. — Позыв выйти и как-то, ну, с позволения сказать, оголиться перед публикой и выставить себя в самом хорошем смысле на посмешище. — Душевный стриптиз. — Да, ну, расскажите, что забавная история позабавляетесь. — Стриптиз души. — Что есть такое? Если я правильно понимаю, самое важное у стендап-комика это самоирония. — Очень важно, да. — Часто бывает даже, вот открытые вечера у нас есть, мы выступаем, кто-то приходит в качестве зрителя, он такой, «О, а я хочу тоже пройти через призму этой терапии». И через какое-то время он звонит нам, записывается и тоже выступает. — То есть это получается, что это, ну, действительно, что это и терапия какая-то для человека. — Конечно, абсолютно. — То есть можно сказать, что это как посещение, ну, там, не знаю, клуба анонимных алкоголиков, когда встаёт человек и говорит, да, я… — Анонимных юмористов. — Анонимных юмористов, да. — Да, я юморист. — Анонимных, пока неизвестных юмористов. — Ну, хорошо. А, кстати, смоделируем ситуацию. Вот звоню, я говорю, Антон, здравствуйте, я там вот Александр Шунин, вы у нас были в эфире, хочу вот прям чувствую такую, мне надо, мне надо прям выйти и попробовать повеселить честную публику. Будет ли какое-то прослушивание? Потому что вы же, не знаю, я бы на вашем месте точно не выпустил абы кого сразу на сцену, ну, на тебе микрофон, иди шути. То есть, как это, уровень, когда планка всё равно у движения этого самого у клуба Рига стендапа, должно быть. Как это происходит? — Происходит очень просто. Есть некие базовые указания, например, для новичкам даётся, как правило, изначально пять минут. Это раз. Редактуры, как такового, изначально её нету, мы просто первый раз смотрим, поскольку… — Прослушивание? Нет, прослушивание. Открытый микрофон — это уже и есть прослушивание. Благодаря открытым… И базовые данные даются вводные такие, что самое главное — не оскорблять зрителей, потому что всё-таки мы должны быть им благодарны, что он, в принципе, пришёл. Это раз. И не нести какие-то чрезмерные пошлости, глупости, которые, в принципе, да, как таково, могут кого-то оскорбить. А так, исходя из этого… — Критерии пошлости и глупости и оскорблений у каждого свои, и болевой порог, и порог восприятия тоже самые пошлости и глупости. — Но вот в этом и суть, что если человек что-то в этом не понимает, не догоняет и перебарщивает с этим по отношению к зрителям, он, во-первых, дальше не пойдёт, а дальше это различные платные концерты и корпоративы, это раз. И на базе открытых микрофонов его путь, в принципе, не закончится. — То есть цензура, она, в принципе, носит материальный характер. Если ты плохо шутишь, мы просто не дадим тебе заработать. — Нет, разные вещи. Плохо шутишь и некорректно шутишь. Это абсолютно разные вещи. В принципе, пошутить можно про всё, что угодно, если у тебя есть мозги и какое-то чувство вкуса. — Вот красная линия, она где вот находится? — Нигде. — То есть это можно, в принципе, шутить и про, ну, простите, про геев, про… — Ну, почему нет? — Ну, нету таких понятий, как политкорректность. — Ну, если ты можешь изысканно про это как-то очень умно пошутить, да почему нет? Не, понятное дело, если мы говорим про телевизионный стендап, там совсем другая история. Там есть какие-то и федеральные законы, и законы канала, которые нельзя приступать, тебе просто не пропустят тот или иной материал. А так, если мы говорим про живой стендап, ты сам себе хозяин, хозяин своего времени и сам себе редактор. Это зависит и от того воспитания, чувства восприятия и какого-то вкуса. — Ну, а так как всё это происходит вживую, то потом, если кому-то не понравится твоя шутка, ты это очень быстро почувствуешь на себе. — Ну, да. — Ну, да. Зритель — это, в принципе, это как индикатор очень идеальный. — Были ли какие-то конфликтные ситуации, на которые я сейчас намекаю? Ну, кому-то не понравилась шутка, потом встретили комика и объяснили ему в чём юмор. — Ну, или просто вообще жёстко встречают, ну, там… — А, ну, в каком-то баре, да, пару раз было, что хотели напасть на комик. — А из-за чего? — Из-за чего? Что триггернуло? — Ну, что-то, видимо, зритель нашёл схожее из шутки комика, да, и ему это не понравилось, просто у самого зрителя, видимо, недостаточно было развитое чувство самоиронии, и вот он так вот, в том числе и под каким-то градусом алкогольных напитков, видимо, вот так вот реагировал, зеркалил. — Зачем идут вот выступать на сцену? То есть вот что человеком движет, вот это, что такое кураж, желание рассказать публично какую-то историю, я вот не могу, чтобы стать в стендап. — А это всё вместе, это и желание что-то рассказать, что-то излить душу, в данном случае, на зрителей, и кураж, это всё вместе, и для меня это, я, получается, отдаю энергию и получаю зрители её взамен, и тем самым я перезаряжаюсь, и для меня это вот как такой вот поток нескончаемый, который как, можно сказать, как наркотик, в принципе. — Или батарейка. — Да, вполне. — Вот национальные моменты, я имею в виду разные языки выступления и менталитет, то есть то, что может показаться смешным русской аудитории, может не зайти в латышскую, какие-то, может быть, шутки, которые основаны на каких-то культурных моментах, которые могут быть не совсем понятны другой, ну, вдруг. — Не, ну, как правило, мы выступаем на трёх языках, вот я, например, хожу, я выступаю на русском, есть ребята ещё, Камеди Латвии, они шутят на латышском, я хожу и туда, и туда, я просто потом русские шутки перевожу на латышский, и хожу туда тоже их проверять. Как правило, если шутка смешная, я, в принципе, стараюсь универсальные шутки писать, она и там, и там смешная. Но, конечно, какие-то российские темы, они латышам не будут понятны, потому что они банально над этим не следят. Естественно, на латышскую аудиторию очень хорошо работает, когда русский может пошутить над собой, что он русский. Это тоже на ура всё работает. Ну, как правило, особых каких-то отличий нет. — Я сейчас не совсем понял, в чём смысл. — Смысл чего? — Сейчас русский может пошутить над тем, что он русский, и это зайдёт в латышская аудитория. — Ну, стереотипами. — Какие-то вот стереотипы, допустим, русский человек в Латвии, к примеру, да, что-то там вот нет-нет про Ушакова, что он был раньше мэр, а сейчас его нету. — Очень смешно. — А это сейчас не шутка была. — Ну, это дело. — Да, ну... — Нет, просто там ещё можно накидать с десяток персоналей, которые были мэрами, а сейчас не мэры. И? — А, ну, окей. Я к чему всё это веду? А интеграционные моменты есть в этом во всём движении стендапа? — Ну, то есть на одном выступлении выступают и на русском, на английском, на латышском языке. — И что-то сближает. что одни выходят, иронизируют над собой, и это нравится второй половине общества. А есть ли шутки и моменты, которые, наоборот, сплочают? Не то, что я пошучу над собой, это то, что нас с тобой отличает. А я пошучу над тем, что нас сближает. Вот это. Есть сплочающий элемент в стендапе в латвийском, на русском, на латвийском языке? — Ну, прямо, ну, самый главный момент этого стендапа, что, неважно даже в языках, зритель почему приходит, он адекватно настроен, у него все в порядке, с чувством самодостоинства, самоиронии, он выступлением многих комиков что-то находит схожее в себе, и он над этим тоже может тихо, в сторонке, похихикать, но похихикать, и это в себе узнать. И, конечно, в принципе, у него происходит такой элемент процедуры самоосвобождения, какого-то вот понимания себя и, в принципе, облегчения. Вот это, наверное, самый важный момент терапевтический в стендапе. А как какое-то объединение, дружба народов, да не знаю, это не у меня надо спрашивать. Я только могу следить за тем, за эмоциями зрителей, и они, как правило, очень такие позитивные. Можно ли сказать, что стендап появился как реакция на то, что само движение КВН, оно как-то зашло, ну, я бы сказал, все-таки в тупик. Вот я вижу, что КВН как будто бы топчется на месте, становится более каким-то беззубым. И если вот раньше мы смотрели, ну, то есть, я случайно наткнулся на какие-то старые 90-х годов выступления КВНчиков, я вдруг понял, что это, ну, насколько более себя раскованными чувствовали, насколько были смелые шутки, там, ну, даже вот, если вспомнить конца 80-х, партия «Дай порулить», вот шутка из трех слов, когда вот она прозвучала по телевидению, там, ну, у людей просто челюсть упала, насколько, ну, это смело звучало, и как пружина вот то, что может не только одна партия вообще править стране, то есть, это взрывало мозг вот, ну, обывателя, а сейчас это какое-то, какое-то, ну, как бы беззубое подшамкивание, как бы, ну, обслуживание, ну, даже вот мы видим, как бы существующей власти, где нету, нам такие, там, щедрены, там, нужны поподобрее щедрены, и такие гугли, чтобы нас не трогали, вот как раньше была эпиграмма сатирика, и вот в этом появляется стендап более злой, более, как бы, такой вот, ну, ну, во-первых, КВН, если мы даже вот говорим изначально, но это уже никому не секрет, что это частично, а может даже уже на больше, чем наполовину, политизированная передача, в плане того, что есть какие-то и заказы, и какой-то вот лейтмотив, который нужно соблюдать, а в плане популярности стендапа, я, наверное, скажу так, личному мнению, скорее всего, вот в чем дело, чтобы создать команду КВН в 2022 году, это надо найти, какого-то спонсора, во-первых, если вас, допустим, даже пять человек в команде, вам надо постоянно собираться, что-то вместе, вам нужна площадка под это, вам нужно найти время, чтобы все пять, все пять графиков, они совпали, вам нужно еще притереться, чтобы вы друг друга не бесили, но куча всяких факторов, которые подразумевают командную работу, а стендап, чем он хорош, то, что мы еще живем в пору индивидуальности, в принципе, по большому счету, чтобы выступать в ТНАМ, тебе вообще никто абсолютно не нужен, максимум у тебя есть какой-нибудь камеди-бати, это друг по юмору, так называемый, с которым ты можешь периодически, когда у тебя ступор в плане какой-то идейности, ты можешь с ним в кафешке собраться с каким-то идеями, даже по зуму собраться и обменяться, то есть для стендапа тебе нужен только ты сам и желание, все, и в этом, наверное, он на момент сегодня, 2022 года и выигрывает КВН. Я полностью согласен с оценкой КВН, конечно же, и последнее время его смотреть невозможно, но в этом плане, кстати, последняя, финальная игра, по-моему, прошлого года, просто день и ночь была, там вдруг опять появились достаточно смелые шутки и продействующие российские власти, но то, о чем говорит Антон, безусловно, присутствует, какая-то генеральная линия, которая выдерживается, она четко считывается, кому-то приемлемо, кому-то нет, КВН теряет свою популярность, это бесспорно, но как вы оцениваете конфликт, и вообще, есть ли он реально конфликт между Мусликовым и его вот этой вот всей командой семьей, причем семьей с большой буквы такой, в плане клана Сопрано, и той самой игрой ТНТ, была ли там какая-то причина конфликта, в чем она, они деньги делили, Мусликову не понравилось, что он теряет, в общем-то, миллионы, какая-то другая обида, или причиной тому мог быть запуск параллельного проекта его же самого Мусликова на СТС, с чего это все? То, что пропала игра на ТНТ? Да. Ну, официально. Достаточно некрасиво причем. Да, ну, официально я сказать не могу, но... Ваша версия? Моя версия, что, в принципе, да, у КВН уже в этом году не просто так, очередной день рождения, очередной сезон, а, насколько я помню, в этом году КВНу 60 лет. И Александру Васильевичу там, по-моему, 80 либо 85, в общем, две круглые даты, две значимые даты, и я так подозреваю, просто вот так все сошлось, так все совпало. или войну юбилей какие-то мальчишки? Я думаю, версия... Я бы сказал, да, скорее всего, версия такая, и поэтому проект Игра на какое-то время и заморозился. А вот такой действительно вопрос деликатный. Вот может ли существовать КВН после Маслякова? Ну, понятно, что, дай бог здоровья, там, и все, но сколько еще? Ну, то есть мы понимаем, что, как бы, эти часы, они неумолимо тикают, и быть ведущим уже там в 95, там, в 100 лет уже будет, ну, как бы, очень-очень странно. Это самый популярный вопрос вообще среди всего КВНовского сообщества, около КВНовского сообщества, то, что Александр Васильевич, да, это такая глыба, фигура в том числе, ну, это лицо КВН, по факту, да. Хоть изначально он вроде как его и не придумал, он просто грамотно все это легализовал, но когда его не станет именно в роли ведущего, да, это будет, наверное, очень тяжело, потому что Сан Саныч Масляков, он, конечно, не будет такой глыбой, это будет постоянное сравнение и не в его пользу. КВН ожидает, наверное, непонятные времена. Перемены неизбежны? Ну, перемены во всем неизбежны. Они нас вели, ну, сколько лет можно ретранслировать, репродуцировать одно и то же, с другой стороны. Чем занимаются сейчас рижские годы? Наша команда рижские годы? Да. А вот я взял, вспомнил, были такие рижские годы. Как вы глубоко копнули, Александр? Не так уж глубоко, лет на 10 назад всего лишь. Ну, в плане творчества, наверное... Слушайте, ну, мелькнули же на том же самом московском КВН, достаточно ярко выступили, была коллаборация с другими командами. Да, на протяжении какого-то количества лет мы там, да, появлялись. Но если говорить в плане творчества, кто остался в юморе? Ну, вот я и такой Саша, если вы помните, Клоп. Да, мы занимаемся стендапом и организацией выступаем, да. Есть еще Юра, он, например, ведет мероприятие, и у него футбольный свой YouTube-канал. Он развивает про Реал Мадрид команду, он фанатеет с нее. Кто еще? Да вроде и все, остальные участники, у них своя жизнь, своя работа, свои какие-то планы, интересы не связаны с юмором. То есть, по факту, если говорить про шот творчества, ну, три человека занимаются еще. Кто где, в общем говоря, кто где пригодился. Насколько вообще вот остаются в юморе бывшие КВНщики, и вот как складывается обычно судьба, если, ну, может быть, вы знаете из этой среды? Как в принципе, это тоже зависит от твоего порога терпения, что ли, потому что юмором зарабатывать чистым юмором это очень сложно, это зависит от того, сколько во временном эквиваленте ты готов на это положить, пожертвовать и т.д. Кто-то сдается и, возможно, даже не то, что сдается, а для кого-то в итоге выясняется, что это не так и важно было, и он просто начинает строить свою жизнь в другом направлении, связанной с юмором, какая-то работа, может, какой-то бизнес и т.д. и т.п. Но, как правило, если ты усерден и все-таки ты чувствуешь, что это какое-то твое кредо, какое-то твое желание быть в этом потоке, существовать, ну, как правило, что можно быть актером какого-то шоу, можно выступать со стендапом, можно быть, самая популярная работа у бывших КВНщиков это сценариста, то есть фактически все сериалы там на ТНТ, СТС это пишут бывшие КВНщики. То есть можно быть продюсером проекта, можно быть каким-нибудь там шоу-раннером, администратором. То есть, как правило, все зависит от того, насколько сильно ты хочешь быть в этой индустрии. У нас остается не так много времени. Антон, может быть, проанонсируем какие-то ближайшие мероприятия? Да, Рига Стендап, страница Facebook, Instagram, TikTok, там все наши мероприятия. А по поводу открытых вечера, опять же, если хотите выступить, Олег, Саша, тоже вы welcome. Вам явно есть что рассказать. 5 минут смело, ладно, вам по 7. Вы так сегодня прекрасно с утра. Приходите, выступайте, связывайтесь с нами, это очень здорово, очень весело. А в плане концерта в феврале, 11 февраля будет большой концерт в АТО-центре, где мы будем лучше шутки за полтора месяца рассказывать. Тоже вся информация скоро на Бильж-сервис. Welcome, добро пожаловать. С нами сегодня был руководитель движения Рига Стендап, комик Антон Герасимов. Рига Стендап, следим за ними, смеемся вместе, смеемся с ними, смеемся лучше этих ребят. Если мы на это способны, ну да, и кто хочет себя попробовать в роли стендапера, пожалуйста, связываться надо с Антоном. У вас будет 5 минут славы. 5 минут. Спасибо, Антон. Хорошего дня. Спасибо вам тоже. Радио Болткома. Радио Болткома.